Среди органических веществ клетки белки занимают первое место как по количеству, так и по значению. Белки очень сложные соединения, в состав которых входят азот, кислород, водород, углерод. Белки участвуют в формировании ядра, цитоплазмы клетки, всех ее органоидов. Белок крови гемоглобин переносит кислород и придает крови красный цвет. При поступлении в организм чужеродных белков или микроорганизмов в лейкоцитах образуются особые белки, антитела, которые связывают и обезвреживают несвойственные организму вещества. Ни одно движение, связанное с сокращением мышц, не осуществляется без сократительных белков. Углеводы, сложные органические соединения, в состав которых входят углерод, кислород, водород. Растительные клетки очень богаты углеводами. В высушенных плодах, листьях, картофеле их 90%. Глюкоза, виноградный сахар широко распространен в природе, в плодах растений, в меде, в сахарной свекле. Углеводы играют в организме важную роль. Основная функция углеводов энергетическая. Сжигая глюкозу, организм получает необходимую для идущих в нем процессов энергию. Живые организмы могут запасать углеводы в виде крахмала у растений и гликогена у животных и грибов. Клетчатка тоже углевод, являющийся основной составляющей частью растительных клеток. Она входит в состав древесины, обеспечивает механическую прочность и эластичность растительных тканей, а хитин образует наружный скелет насекомых. Жиры – сложные органические соединения, в состав которых входят углерод, водород, кислород. Жиры выполняют в организме ряд функций, например, служат запасным источником энергии. Они дают организму до 30% всей необходимой ему энергии. Жиры входят обязательными компонентами в состав цитоплазмы клеток, в состав клеточной и ядерной оболочек. У некоторых животных жиры накапливаются в больших количествах и служат теплоизолятором, то есть предохраняют организм от потери тепла. Например, у китов толщина жирового слоя достигает одного метра. В организме животных, впадающих в спячку, накапливается избыток жира. Благодаря своим подкожным жировым запасам они могут не пить в это время до двух месяцев. Жиры – внутренний резерв для извлечения воды. В результате процессов, протекающих в клетках, из одного килограмма жира образуется до 1,1 килограмма воды. Верблюды во время переходов по пустыне обходятся без питья до двух недель. Необходимую организму воду они извлекают из своих горбов, вместились жира.